Не забраться. Хотя Петр остался доволен действиями своей артиллерии. Говорил, она хорошо сделала свое, сделала. Но на стену не забраться. Гвардия понесла большие потери. И Петр первый видит, что гибнут его солдаты. Даже есть легенда, прислал гонца с приказом отступать. По легенде, командующий штурмом полковник Голицын отказался отступать. Сказал царю Петру, я уже не его, а Божий, передаю царю, что он продолжался. Лодки отколкнул. И вот, в общем, у гвардии был только один пост. На стену крепости шли и не выдержали. На Тескоруцке не залезет, барабан забили в 15.30. 11 октября 1702 года. Вот наш теплоход разворачивается именно в том месте, где шли петровские ладьи на стены Нотебурской крепости. Вот часть стены восстановлена. Дальше идет невосстановленная крепостная стена. И вот где она заканчивается, вот в этом месте была сделана знаменитая Меншиковская брешь. В штурме Нотебурга Меншиков Александр Данилович тоже принимал участие. Слева от нас вид на Ладожское озеро. Очень красивые дали. Потом еще посмотрим. Вот так вот. Ну и напоминаю, да, что штурмовали крепость с воды, с лодок. Это сейчас вокруг крепости несутные бастионы. А так вот это огромное количество людей столпилось с тем крепости, и шведы их убивали практически беззащитно. Они не могли даже ответить практически ни в чем, и все равно не отступали. В основные потери гвардия понесла. 500 человек погибло тогда при штурме Нотебурга, а погибшие гвардейцы, семеновцы и преображенцы, по приказу Петра Первого, были похоронены на территории крепости. Могилы там сейчас есть, семеновцы и преображенцы. Вот так вот. Крепость очень сильно пострадала в годы войны. Корпуса эти деревни еще частично не восстановлены, только обрекли. Вот над стенами они не раздышаются, а над стенами руины численностью древнего корпуса, построенного в 1911 году. Мы сейчас с вами снова наблюдаем башню Галавина. Квадратная башня называется Государева башня. Это вход в крепость, вон там такие цепи огромные.